На этой неделе проект закона, который по решению президента Тукаева исключит любые возможности для продажи земли Казахстана иностранцам и иностранным компаниям, депутаты Мужелиса парламента одобрили в первом чтении. Новые нормы регламентируют использование угодий, который арендовали иностранцы до 2016 года. Продлить временное использование больше нельзя. Вопросы земельные на пленарном заседании обсудили детально. Ведь документу предшествовала большая работа, его обсуждали на самых разных площадках с участием экспертов. Поручение президента моментально получило исполнение. Все потому, что в декабре истекает срок действия моратория на аренду сельхозземель иностранцами. Но депутаты опасаются, что запреты могут привести к оттоку иностранных инвестиций. Поэтому над вопросом финансирования сельского хозяйства думать нужно уже сейчас. Как планируется привлечение инвестиций, в том числе иностранных, в агропомышленный комплекс с учетом вводимых законопроектом ограничений? Глава Минсельхоза пояснил, инвестиции в сферу придут через перерабатывающие предприятия. Они наиболее интересны иностранцам. Аграрии и фермеры объединятся в сельхозкооперативы и будут поставлять сырье на переработку. Те, в свою очередь, могут поддержать их удобрениями, ветпрепаратами и кормами. Но таких механизмов недостаточно, считают депутаты Мужелиса. Сейчас перед Минсельхозом стоит задача найти дополнительные источники финансирования. Фермерам и аграриям нужны длинные и дешевые кредиты, а значит, необходимо открыть доступ к финансовым инструментам, уверены парламентарии. Мы должны понимать, что принятие этого закона является основанием для других необходимых решений. Созданная рабочая группа должна рассмотреть соответствующие рекомендации. Земельная комиссия более глубже изучит суть проблемы. Партия АКЖОЛ полностью поддерживает позицию президента Тукаева по земельному вопросу. Считаем, что к 39-ю независимости Казахстана окончательное решение земельного вопроса – это неоценимый, бесценный подарок народу Казахстана. Раз и навсегда решен вопрос по земле иностранцам. Фракция Народная партия Казахстана поддерживает инициативу президента и будет голосовать за принятие законопроекта в первом чтении. Вопрос предоставления земли иностранцам остро стоял в обществе последние пару десятилетий. Новый закон поставит окончательную точку в дискуссиях. Одобрив сегодня в первом чтении данный законопроект, мы тем самым поддержали законодательную инициативу президента страны Касамжомарта Акимелевича Тукаева по вопросам земельных отношений. Полный законодательный запрет на продажу и аренду земли иностранцам – это предельно четкий ответ на один из важнейших вопросов, волнующих Казахстана. Безусловно, реализация этого закона имеет большое значение, поскольку, во-первых, позволяет прекратить все неконструктивные дискуссии по этой теме. И, во-вторых, позволяет сосредоточиться на вопросах дальнейшей модернизации сферы землепользования. Законопроект уже передан в профильный комитет для подготовки ко второму чтению. Тем временем, члены рабочей группы продолжают определять правила наиболее эффективного использования земельных ресурсов. Ведь решения, принятые комиссией по земельной реформе в 2016 году, до сих пор не выполнены. На очередном заседании они предложили отказаться от изжившей себя системы секретных координат 1942 года при управлении земельными отношениями. Вместо этого Казахстану нужно перейти к более современным методам. Тем более старая система пользуется только у нас и в Туркменистане. Предложение поддержали и другие участники третьего заседания комиссии по земельной реформе. Кроме того, правительству предложено усовершенствовать законодательство в части аренды мест для выпаса скота из лесных массивов. Излишняя бюрократия мешает населению эффективно использовать землю, считает сенатор Ахалбек Куришпаев. Группа экспертов убедилась, что существует большое препятствие для эффективного использования пастбищ и в лесном фонде. Сейчас их площадь вместе с особо охраняемыми территориями в Казахстане составляет почти 41 миллион гектаров. Из них порядка 10 миллионов отведены под специальные пастбища. Напомню, ранее общественники предложили создать единый орган, который будет контролировать, кто в каких целях и с какой пользой для народного хозяйства страны используют земельные угодья. Сейчас этими процессами управляют акиматы регионов. В итоге земли очень часто оказываются в руках людей, которые и сами их не используют по назначению. Кроме этого, члены земельной комиссии предложили запретить изменять целевое назначение земель, отведенных под садоводство и упразднить земельные комиссии, а вместо них разработать и внедрить единый прозрачный и доступный для каждого цифровой информационный сервис. Елена Устимович, Динара Жанбатырова, ЖТКУН.